Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем дегустировать грибы наших лесов. И сегодня у нас... Сегодня у нас две рядовки, очень похожие друг на друга и растущие в одних и тех же местах. Это рядовка перевязанная. Или опёнка видная. Вот, рядовка опёнка видная или перевязанная. Трихолома фокаля. Так, а это? Это рядовка белокоричневая. Или трихолома альбабрунеум. А почему они в таком виде? Они, те и другие, отварены уже. Я объясню, почему. Потому что, например, и те, и другие попадаются иногда горчащие. Иногда совершенно нормальные на вкус. И трудно угадать, чем это связано. И чтобы удалить вот эту горечь, мы их отварили. Ну, а теперь... А сколько это? Да, отварили недолго. Ну, где-то 5-10 минут их отваривают. Этот отвар сливается. Ну, а потом жарят, варят. Что хотят, делают. Значит, сегодня мы будем жарить вот эту белокоричневую и перевязанную. И каковы они на вкус? Да. Ну, белокоричневые, это много, большие плантации. Да, они круглые. А вот перевязанные вроде бы как бы и немало. Ну, среди них попадаются уже трухлявые, червивые и не очень хорошие. Естественно, такие мы не брали. Поэтому их так немного показалось. Да, и получается, скорее всего, так, что белокоричневая начинает плодоносить немножко позже. Да, наверное. Она всё-таки более поздний гриб, чем перевязанная. Хотя они и внешне похожи, и похуд похожи. Ну, конечно, их можно различить, поскольку это разные грибы. Ну, вот, будем их жарить. Хорошо. Жарим. Жарим как? Так, а жарим мы, как всегда, немножко сливочного масла и немножко соли. Ещё раз повторю, что мы никогда не кладём для дегустации никаких специй. То есть жарим без лука, не кладём чеснок, не кладём сметану, кто-то там лавровый лист, перец кладут. Ну, по-разному жарят грибы. Там кто-то даже любит с картошкой или с яйцом жарить. Ну, это уже изыски. Ну, сегодня наша задача определить вкус основного гриба, основы, базы. Да. Если она хорошая, потом её можно украшать любыми ароматами в зависимости от семейных предпочтений. Хорошо, жарим. Жарим. Так, ну что, сначала маслица немножко. Угу. Маленькую сковородочку мы для трихолома по кали, для рядовки перевязанной определим. Наверное, масло немного, чуть-чуть. Ну, лишь бы не пригорело. Угу. Так, ну, надо, не-не, больше чуть-чуть, ну куда. Больше? Совсем, ну чуть-чуть. Ну, что, вкус так трихолома по кали бы. Да ладно, потому что не пригорело. Так, ну и на то сразу тогда. Ну и на то сразу. Тут и грибок побольше, тогда и масло я кладу побольше. Отлично, всё. Отмечайно. Всё, здесь пошло. Включаем. Здесь масло уже расходится. Всё, отпускай. Отправляем сюда грибы. Угу. Ну вот, отлично. Это жарится. Так, это начинается. Во. Всё, 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 пошёл процесс. Отправляем сюда тоже. Всё, засекаем время. Да, немножко посолю. Угу. Так, время, уже засёк. И не заликаем время. Вот. Жарить будем, ну, минут 15. Они ведь уже поварены. Я добавлю. Я добавлю. Слушай, очень глубина процесс пошёл. Угу. Если бы это были свежие грибы, то, наверное, вся сковородка была полной воды. А так как они отварные, то часть воды, вот этой структурной, внутренней, она уже перешла в бульон. Так это уже в воде. Да. Ага, ну всё, жарится. Пусть жарится. Ну вот, грибы пока жарятся. Я говорю про сами рядовки. Род трихолома. Что можно сказать? Род трихолома очень богатый. Рядовок всяческих много. И мы собираем почти все. Ну, наверное, не все. Кроме ядовитых или несъедобных. Ага, какие самые лучшие для тебя? Самые лучшие я читаю. Трихолома партинтозом. И трихолома эквестра. Это рядовка серая, штриховатая и зеленушка. Ещё очень вкусная рядовка чешуйчатая. Трихолома эмбрикатум. Вот это самые такие вкусные рядовки. На наш взгляд. На наш вкус. Но существует ещё масса и других. Ну, вот в данном случае вот эти белокоричневые и опёнковидные, они как бы остаются в стороне. И грибники на них внимания не обращают. Ага. Потому что, допустим, белокоричневые растут огромными семьями. Грибы большие, крупные. Растут они... И не червивые обычно. Растут в сосновых барах. Вот. Ну, вот сейчас мы их попробуем. Ну, крупными семьями ещё растёт рядовка фиолетовая. А-а-а. Да, мист, одна мист, одна мист. Рядовка у них есть. Потому что... Ну, и многие пугают её фиолетовый цвет. А некоторые её очень любят. И она твёрденькая, вкусненькая, хорошая рядовка. Угу. Так. А что у нас? А тем временем на сковородке... Что творится, да. Что творится. Вот. Это уже у нас опёнка видная. Но их было мало. Вон она уже поджаривается. Так. Давай-ка крышечкой. Давай, убери-ка вот газ, как говорится. Ага. Так. Сейчас накроем крышечкой. Так. Ну вот, накрыли крышечкой. А здесь процессы ещё это... Белокоричневые. Белокоричневые. Здесь ещё выкипает сок. Жарка ещё как бы не началась. Только подготовка. Подождём, когда она выкипит. И тоже накроем, чтобы чуть-чуть потушилась. Вот так вот. Так. Ну что, прошло почти 20 минут. Сейчас посмотрим. Угу. Нормально. Уже готовы. Так. Так. Ну, я думаю, можно выключать. Давай. Отлично. Угу. Так, ну что, накладывай? Перевязанные-то пожарились раньше, потому что их там немного всего было. Так, хорошо. Ну что, будем накладывать. Накладываем. Пробовать. Это у нас рядовка перевязанная. О! О! А это у нас... А это у нас... А это у нас... Белокоричневая. Рядовка белокоричневая. Вот. Почему мы не показали, как мы отвариваем, и почему дегустацию не провели сразу после возвращения из леса. Просто настолько много работы, что... Даже не успеть всё. Просто не успеваем. Просто не успеть. Да. Поэтому мы отварили и в ожидании, когда у нас будет возможность спокойно провести дегустацию. Отварили и в холодильничек стояли в отваренном виде. Так. Хорошо. Ну что? Так, что мы видим? Пробовали. Первые были вот эти. Да. Это они чуть-чуть более желтоватые, да? Они как будто коричеватые, желтоватые больше, да? Угу. Сохранили свой вид. Кусочки такие. Ну, в общем, не развалились, не разварились. И... Как это? В жидкое состояние не перешли. Сейчас будем пробовать. Угу. Так. Так. Пахнут хорошо. Вот при жарке такой аромат. Пошёл просто. Угу. Интересно. Ну, так, кстати, нормальные грибы? Вполне. Мы сейчас перед этим дегустировали рогатик жёлтый. И вот по вкусу, ну, совершенно другой гриб. А, вот другой. Угу. Хорошая? Замечательно. Нормальные, хорошие грибы. Так что, можно брать эту рядовку наряду с другими рядовками. Вкус насыщенный такой. И вполне насыщенный, грибной, хороший вкус и плотность. Видите? Угу. И на зуб они такие с одной стороны плотные, а с другой стороны мягкие. Хорошо. Ладно. Вот сейчас попробовали. Так, а это вот белокоричневая. Так, что она? Ну, она более беленькая. Это слева, смотрите, да, это вот чуть-чуть желтизной. Да, это... Ну, и внешне это такого ржеватого коричневого цвета. Ну, она и... Так. Натуре-то такая. Вот, а это как была белокоричневая, так и осталось. То есть, есть и светлые участки, вот, а есть и тёмные. Шляпка сверху тёмная, коричневая, а пластинки были белые. Вот, вот, примерно так и сохранилось. Так, теперь пробуем, какова она на вкус. Угу. Тоже неплохая. Да? Интересно, тут консистенция немного нежнее всё-таки, чем вот... Эти нежнее. Да? Да, да. Те как будто более грубые, что ли. Да. Вот опёнка, видно, чуть-чуть, как бы грубее. А это такая нежная, мягкая. Да, это мягкая, нежная, хорошая. Так. Вкусная. По вкусовым. Ну вот... Вот какая-то волокнис от ней, которая чувствуется. Да. Да? Ну, это по структуре, а вот по вкусу, не знаю. А чего мне так нравится? Ну, мне вот эта опёнка, видно, перевязанная, как-то вкуснее. Да? Да. А мне эта понравилась почему-то больше. Ну, ясно. То есть мнения разделились. Так, ещё раз. Ну, та и другая вполне нормальная, съедобная. Мне кажется, что вот там у нас один наш читатель говорит, а я все рядовки солю. Солю, причём все вместе, какие растут, те и собираю. Рядовок множество, и поэтому я ему верю. Ну, потому что это вот в сентябре такой, ну, уже более поздний гриб рядовки все. Вот. В сентябре их очень много разных. И поэтому можно все собирать. Ну, всё-таки я бы выделил, что рядовка зелёная, зеленушка, всё-таки требует индивидуального. Она очень хороша. Её отдельно нужно делать. Да. Раз. Ну, я и серую тоже считаю, надо делать отдельно, потому что серая тоже очень хороша. Вот. А белая рядовка вообще-то противная и ядовитая. Протительно. Ну, не ядовитая, но противная. Да. Поэтому вот не все рядовки, а... Ну, и вот эта украшенная, это как она, рядовка украшенная? Ну, трихоломопсис декора. Ну, или там ещё есть трихоломопсис уртиланс, красная рядовка. Ну, жёлто-красная. Жёлто-красная. Ну, они такие... Они никакие. Никакие, можно сказать. Ага. Так что рядовки тоже есть разные. Есть высший сорт. Вот. К ним я причисляю три рядовки. Это рядовка зелёная, рядовка серая штриховатая и рядовка чешучатая. Да. Есть первый сорт, есть второй сорт. Это вот опёнка видная, да, вот эта, алибо брунеум, это бело-коричневая. Ну, там, колумбетта. Это голубиная. Голубиная. Ничего, да. Ну, нормально. Нормально. Но вот всё равно разница есть. И ещё надо что учитывать, что во время жарки запах очень сильный. То есть... Ну, гешдок и не чувствуется. Ну, это да, уже вот он как бы испарился. Поэтому нужно вытяжку хорошую. Ну, кто боится запаха, конечно. А если нет... Ну, грибной сильный запах, да. Ну, а в целом гриб неплохой. Не сказать, что 100% он там великолепный. Ну, нормальный. Нормальный, хороший гриб. Вот. Но предварительно требует отваривания. Что опёнка видная, что вот белокоричневая. Ну, что, я сегодня... Ну, мне понравились грибы. Нормально. Ну, по крайней мере, собирать их можно использовать. Можно. Вот. Конечно, если в смеси вот так вот солить, это я считаю тоже неплохо. Ну, солить горячим способом. Все грибы, которые не имеют плечного сока, солятся горячим способом. Вот нас тут спрашивали, вот я тут насолил, вот, типа, плёнка серопластинчатая, холодным способом. И такая, в общем-то, гадость. Такая гадость. Правильно. Или ещё такое, что вот набрал рядовок серых, вот этих, штриховатых, и тоже холодным способом. И тоже гадость, да, она даёт столько воды при сыром, вот, это просто какой-то ужас. Мы попробовали тоже солили холодным способом. Она просто вся в воде, вкус противный. Так что их все надо отваривать, вот, чтобы потом посолить. Точно так же все чешуйчатки, точно так же все опята. Да. Всё надо это отваривать. Всё, что не имеет млечного сока. Ну, всё. Ну, сыроежки некоторые можно отсолить так. Ну, можно. Ладно. Ну, это как правило, ну, в каждом правиле есть небольшие исключения. Хорошо. Значит, на сегодня мы дегустацию этих двух грибов заканчиваем. Вердикт такой, что собирать можно, но обязательно предварительно отваривание. В качестве основы замечательный. Теперь, как украсить разными ароматами и разными, там, как нюансами, это уже как семейные традиции, семейные предпочтения. У каждой хозяйки они свои. Ну, а мы попробовали эксперимент. Я считаю, удался. Можно собирать эти рядовки и жарить, и варить, и солить, и что угодно с ними делать. Да, ну, а, в общем-то, неплохие грибы, а грибоведы прощаются с вами на этом. И желают всегда полных корзин самых лучших грибов. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok